Заседания может и идут, но приговор, виновен бывший руководитель микрофинансовой фирмы в мошенничестве или нет, не выносит почти год. Все это время адвокаты доверчивых пенсионеров Барнаула вынуждены наблюдать, как их подзащитные теряют квартиры. Сейчас в опасном положении Алевтина Веснина. У нее срочка по выселению до 1 мая, с одной стороны. При остановлении гражданского иска у нас по другому делу свеснину, по признанию сделки недействительной. И все эти обстоятельства зависят от внесения приговора и вступления его в законную силу. В прошлом году Веснина взяла крупный кредит в микрофинансовой фирме «Сибирская народная казна». Вместе с общей документацией подписала и договор купли-продажи своей квартиры. Ей объяснили, что это просто гарант возврата займа. Через несколько месяцев в исквитанции ЖКХ женщина узнала, что квартира уже не ее. Сейчас идет два суда. В одном адвокату пытаются признать недействительным договор купли-продажи квартиры, в другом – доказать мошенничество бывшего главы фирмы Романа Тюленева. Смотрят они все, он и его свидетели, смотрят нормально, но ложные показания дают. Только ложные показания в разрез с моими. За год стресса она потеряла здоровье, а 1 мая лишится квартиры. Куда съезжать – не знает, родных у женщины нет. Сам Роман Тюленев о судьбе бывших клиентов думать не хочет. До свидания, Анастасия. Зато язык тела мужчины крайне красноречив. Напомню, это уголовное дело. Роман обвиняют в мошенничестве, а прокуратура настаивает на наказание в виде пяти лет лишения свободы. Нас в зал не пустили, по официальной причине, чтобы съемка не смогла повлиять на последнее слово подсудимого. Сегодняшнее заседание было самым коротким – пять минут. Провели его для последнего слова подсудимого. Оно тоже было кратким. Свою вину не признаю, надеясь на адекватный и справедливый приговор. Следующее заседание назначено на 11 апреля. Сторона защиты надеется, что суд наконец поставит точку в этом деле. И Левтина Веснина – одинокая 73-летняя женщина останется жить в своем доме. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости.